Ситуация с коронавирусной инфекцией такая, что действительно среди моих знакомых очень много заболело, в том числе и докторов, потому что мы очень тесно общаемся с пациентами, особенно мы стоматологи, как и вы, воры, вот, и мы, наверное, находимся ближе к человеку, чем кто бы ни был. И работая во рту, всё равно имеем прямой контакт с слюной, всё равно, как бы мы не защищались, мы не застрахованы на 150%, если мы не в противочумном костюме абсолютно. И вот такой вопрос, такие вопросы поступают от людей, что после инфекции, после заболевания и во время заболевания пропадает обоняние. У некоторых оно пропадает на очень короткий срок и быстро восстанавливается, а у некоторых оно пропадает и спустя там 2-3 недели не возвращается. Какие ваши вот на этот счёт сейчас наблюдения, комментарии? Когда новая коронавирусная инфекция только появилась и когда начались первые случаи заболевания весной, соответственно, да, в конце зимы, пациенты уже начали жаловаться на то, что очень часто как раз таки пропадает обоняние. И об этом много было свидетельств, много публикаций. Но официальная статистика на тот момент, может быть, она сейчас уже изменилась, я её так прям плотно не изучал, потому что идёт сейчас массово, конечно, исследование в этом направлении вообще по коронавирусу. И чуть ли не ежедневно поступает какая-то новая информация. Какая сейчас статистика по именно анусмии, то есть отсутствие обоняния называется анусмией, а снижение обоняния называется гипосмией. Но вот на тот момент официальная зарубежная статистика говорила, что на самом деле снижение обоняния не является каким-то там, например, подэкономичным признаком. То есть, естественно, подэкономичным он и не будет. Но они утверждали, что обоняние страдает всего лишь у 20% пациентов. У 20% и не может считаться показателем этой инфекции. Мы уже тогда видели, что это не совсем так. И обсуждали это и среди врачей, коллеги между собой. Я со знакомыми врачами часто эту проблему обсуждал. И мы сейчас видим, когда уже массово тоже пошел поток переполевших пациентов, пациенты сами приходят и первым, что говорят, да я понял, наверное, это был коронавирус, потому что у меня пропадало обоняние. Но у меня больше ничего не было. У меня пропало неделю, не было и все. Ну вот был коронавирус. То есть пациенты сами приходят и уже отмечают, что это чуть ли действительно не патогномоничный признак. Они даже не задумываются ни о какой статистике. И нам говорят, да, где не было обоняния, потому что это коронавирус. Можно я? И так говорят... Можно я уточню? Патогномоничный, ну просто чтобы перевести для всех, это свойственный конкретно для этого заболевания, обязательный? Да, да, да. Да, именно конкретный для данного заболевания. Поэтому, конечно, отсутствие обоняния не может считаться под агномоничным признаком. Но и статистика, это, конечно, не 20%. То есть мы видим по переболевшим. И кто болел, они сразу приходят. Ну вот у меня единственное, что обоняние не пропадало. То есть все равно люди, которые болели коронавирусом, они все равно первым, что называют, это отсутствие обоняния или его снижение. То есть как бы это в народе сейчас распространено очень широко, как один из ведущих признаков. И поэтому, так как пациенты приходят и говорят сразу про обоняние, мы можем статистику для себя какую-то вести. Вот я вижу статистику вообще, ну, с точностью до наоборот. 80% случаев коронавирусной инфекции протекает с нарушением обоняния. И только 20% без. А вот вопрос, как много вообще заболеваний, при которых протекает обоняние? Это свойственно для гриппа, ОРЗ, я не знаю, там, гайморита, аллергических синуситов? Ну просто вот как много заболеваний? Вот, да, совершенно верно. Вот все, что вы перечислили, все, что вы перечислили, может протекать с нарушением обоняния. Но здесь, почему я как бы охотно согласился вот на сегодняшний этот эфир, потому что мы должны дать слушателю понимание того, что с обонянием далеко все не так просто. И чтобы было понимание, из-за чего это происходит. Вот все, что вы перечислили, аллергически. Но у нас у всех был острый насморк, сопли. Да. У каждого мы все болели обычными соплями. Что происходит, когда заложен нос? Мы чувствуем с вами запахи? Ну, снижение, но в целом все равно как бы... Снижение, либо даже полностью. Ну как бы, если сильный запах, мы его почувствуем. Иногда полностью даже уходит это обоняние. То есть... Извращение запаха такое может быть, да. То есть по-другому он как-то работает. Да. Аллергические риниты, острые риниты. Почему это происходит? Да потому что в носу возникает отек. А обонятельная зона в носу, наслизистой, она расположена высоко в полости носа. Высоко. В области верхней, даже не треней, а верхней носовой раковины. Там слизистая имеет обонятельные рецепторы, которые воспринимают запах. То есть воспринимают пахучие вещества. Так вот, если в носу воспаление и отек, то пахучие вещества просто механически не могут достичь вот той самой обонятельной зоны. Они ее не достигают. И поэтому они не достигают тех самых рецепторов. И мы запах не ощущаем. Либо он резко у нас, эта функция снижается. Второй момент. Такие тяжелые инфекции, как грипп. Здесь механизм может быть другой. Грипп, он обладает определенной нейротропностью. Ведь у гриппа очень выражен интоксикационный синдром. И грипп очень часто вызывает нейромышечные осложнения. У артистов, например, если была голосовая нагрузка, грипп может вызвать, скажем, параличи или паразии гортани. То есть, когда одна голосовая складка перестает двигаться или двигается в меньшем объеме. Также грипп может поражать и обонятельный нерв. И тогда причина снижения обоняния или его исчезновения совсем другая. Она носит нейрогенный характер. То есть, это не из-за того, что отек в носу, а это поражение нервно-рецепторного аппарата, который сам воспринимает пакучие вещества, молекулы. И пакучие вещества достигают обонятельной зоны, но нет их восприятия. Рецепторы не воспринимают, потому что поражен нерв. И тогда уже требуется совершенно иное лечение. Нужна стимуляция нерва. Вот, например, там большими дозами витаминов В, там какие-то еще другие препараты применяются. Там целый комплекс мы расписываем обычно. И если правильно и хорошо полечить, чаще всего такие нейрогенные нарушения обоняния, они проходят. У некоторых пациентов... У меня была пациентка, но она была не совсем пациентка. Это был наш фельдшер в Амхате имени Горького, где я проработал где-то 11 лет. Нет, помните? От ларингологом. И у нас там был фельдшер. И она мне как-то уже возрастная очень женщина. Ей тогда было за 70 далеко. Она говорит, Ольга Борисович, мы что-то разговорились. Да у меня же обоняния нет уже лет 10. Говорит, я переболела гриппом и обоняния у меня нет. Я говорю, как так нет? Я говорю, давайте попробуем полечить. И представляете, я и назначил вот эту нейротропную терапию. То есть антихолин, это разные вещества. В, там еще что-то. То есть я ей расписал целый комплекс. И вы представляете, у нее через месяц обоняние восстановилось. Прекрасно. Это нонсенс. То есть я сам не понимаю, как это может быть при таком длительном анамнезе, что нерв не работал. Но говорит, вы волшебник, у меня вернулось обоняние. Правда, не стопроцентно, но она хотя бы стала что-то чувствовать. Вы представляете? При таком длительном анамнезе. Но вы на самом деле волшебник. Это правда. Ну хватит меня смущать. Это правда. Давайте вернемся к коронавирусу. Я раньше говорил, я не волшебник, я только учусь. Но мне теперь так неприлично говорить, понимаете? Поэтому я вообще не знаю, что тогда отмечать в таком случае. Я вам расскажу. Я обычно говорю, давайте сделаем вместе селфи. Да. Чтобы у человека остаться на память. Так вот, вернемся к коронавирусу. Да. И я вот подхожу как раз теперь к коронавирусной инфекции. И к третьему варианту, к третьему варианту нарушения обонятельной функции. Это самый сложный вариант. Коронавирусная инфекция считается, может тяжело протекать. И она может запускать так называемый ДВС-синдром. Это диссеминированное, так называемое, внутри сосудистое свертывание. Когда кровь начинает сворачиваться внутри сосудов, начинается нарушаться, начинает нарушаться микроциркуляция в органах и тканях. То есть, очень сложная проблема, из-за которой, почему при коронавирусе сейчас широко используют прямые антикоагулянты. Почему их там тот же пил или еще какие-то там не найти сейчас в аптеках. Все, хотя это официально в схемах нет, но когда начинаются тяжелые формы течения, антикоагулянты дают. Так вот, доказано, что коронавирус имеет и нейротропное очень сильное воздействие, нейротропное, то есть он тропен к нервной ткани, то есть любит, чтобы слушатели понимали, любит нервную ткань и сосуды он любит. И он поражает еще и сосудистую стенку. И сосудистая стенка начинает быть проницаемой для эритроцитов. То есть эритроциты, стенка в норме сосудистая не пропускает эритроциты, а тут она становится проницаемой для сосудов. И это происходит в головном мозге, и у нас развиваются процессы, которые приводят вот к таким энцефалитам. Перевожу, да, энцефалит – это воспаление, по факту мозговых оболочек мозга. Да. Вот, энцефалиты, да, и воспаление в белом веществе мозга, и из-за вот этого воспалительного процесса в головном мозге поражается и обонятельный центр в том числе. И тогда снижение обоняния у нас носит центральный характер. Но тогда помимо этого у пациента, безусловно, имеется еще и другая симптоматика. И на первый план выходят совершенно другие симптомы. Это головные боли, это панические атаки, это иногда нарушение, дискоординация в пространстве, это выраженная утомляемость и слабость, на что сейчас очень многие пациенты наши, перенесшие инфекцию, как раз-таки жалуются, говорят, у меня дикая слабость, я две недели не могла ничего делать. Это вот как раз-таки вот эти все сосудистые поражения, поражения в головном мозге. Так вот, хотел что-то сказать очень важное. Про обонятельный нерв. Что-то мысль ушла. Связано что-то с обонятельным нервом или участками, отвечающими за обоняние? Да, это уже будет непосредственно связано с обонятельным центром, который уже, естественно, то есть нерв не поражен, а именно поражается уже центр в головном мозге. И на первое место будет другая вот эта симптоматика, более тяжелая. А, вот что я хотел сказать. Выходит на первый план вот эта более тяжелая симптоматика у пациентов. У меня была пациентка, перенесшая коронавирусную инфекцию. Я, честно говоря, уже не помню. Она пришла с какой-то моей паниатрической проблемой на самом деле. Вот. Но она мне рассказывала, говорит, что действительно, говорит, на нервную систему влияет очень сильно этот вирус. Говорит, мало того, что у меня была дикая слабость, я долго ничего не могла делать, я сейчас только прихожу к себя, но, говорит, я еду за рулем, и вот я вроде еду, 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 и вдруг я понимаю, что я еду по встречной полосе. Понимаете? Она говорит, то есть иногда вот спутанность какая-то сознания происходит до сих пор. То есть вот такие вещи. Говорит, я быстро раз. Ну, то есть она даже не замечает, как она на эту встречную полосу выезжает. То есть вот такие центрального происхождения идут нарушения. Об этом сейчас очень говорят. Поэтому при коронавирусе очень неоднозначная проблема снижения обоняния. Она требует очень тщательной диагностики. То есть это уровень носа просто, и сохраняется просто отек в носу. Ведь коронавирус тоже обычным насморком иногда сопровождается. Посопливились и все. И там может сохраняться отек. То ли это уже на уровне нерва, то ли пациента нужно послать на МРТ и исключать центральное происхождение нарушения обоняния. На МРТ это можно увидеть. Вот и основных моментов. На МРТ можно увидеть, да, поражение центров. Но только на МРТ видим, да. Только на МРТ видно. Вопрос, сколько примерно во время заболевания, после заболевания может отсутствовать обоняние. Обоняние, да. Вы знаете, тоже. И когда нужно бежать к врачу. Очень индивидуально. Некоторые пациенты говорили, у меня отключилось обоняние на три дня. На три дня. И больше ничего не было. А у других, которые приходят, сейчас именно обращаются, говорят, у меня обоняния нет уже полтора месяца. То есть я ничего не чувствую. Я, соответственно, не чувствую еду. То есть вкус. Понятно, что раз нет обоняния, не будет и вкуса. Это взаимосвязанные вещи. Вот. По полтора месяца, говорят, я вообще дезадаптирована в пространство. Я ничего не чувствую. Я уже начинаю сходить с ума. У меня психоз. Ну, естественно, полтора месяца не чувствовать запахи. То есть по-разному. Ну, так как, опять-таки, инфекция молодая, еще длительных таких наблюдений нет, поэтому максимум, что у меня было в практике, это полутора месячное отсутствие обоняния. То есть еще пройдет немножко времени, может появиться пациенты, которые скажут, что у них и дольше его не было. То есть от трех дней до полутора месяцев на сегодняшний день. То, что вы видели. Ну, то есть вы назначаете МРТ какого-то определенного размера, да, своим пациентам, смотрите вот эти изменения. И, ну, это просто вот вопрос сейчас в ленте был. Да, если симптоматика выраженная, она сохраняется, то да, мы назначаем МРТ головного мозга, и они тогда уже нам приносят, и мы смотрим, что там происходит. И по факту я поняла, что терапия уже какая-то есть определенная, которая направлена как раз-таки на восстановление, на ускорение регенерации, на поднятие иммунитета, чтобы человек быстрее восстановился. Да, есть. Но если это опять-таки явление энцефалита и сосудистого происхождения, здесь опять-таки назначаются непрямые антикоагулянты. Но нужно помнить, что здесь ни в коем случае не должно быть никакого самолечения. То есть это только без врачей, потому что антикоагулянты – это очень сложные препараты, сильные препараты, которые могут вызывать кровотечение и прочие неприятности, поэтому ни в коем случае самостоятельно их применять нельзя. Но самые банальные причины – это сохраняющийся отек в носу. Да, мы его, если увидим, мы его полечим, и мы начинаем с таких банальных вещей. А дальше уже, если мы видим, что плохой эффект, будем двигаться дальше. Я с вами согласна по поводу самолечения, обращения к врачу, потому что самостоятельно реально люди себя превращают в эксперимент, как действуют чей-либо и лекарства вместе, потому что это всё опасно. И после этого могут быть ещё осложнения. И это же не всегда, я так понимаю, может быть коронавирусная инфекция, это может быть ещё какая-то инфекция, и мы не всегда можем понять. Конечно, тем более сейчас начинается уже эпидемиологический период, когда будет и грипп ходить, и другие вирусы, риновирусы, риносинтезиальные вирусы и прочие, да? То есть как бы сейчас начинается перепады температур. Вот сейчас пока не установится холодная погода, мы будем видеть всплески вирусных инфекций. Но, естественно, сталкиваясь с вирусной инфекцией, мы сейчас все насторожены по коронавирусу. Хотя, вот такие периодические пациенты тоже бывают. Пришёл вроде ОРВИ, а через два дня сдал там антитела, оказались там, или мазок сдал, а оказалось, что болеет коронавирусной инфекцией. То есть она в большинстве своём протекает, как обычная ОРВИ, при том, не тяжёлая ОРВИ. В большинстве случаев это обычная ОРВИ, и нам с этим жить, и теперь уже, ну, мы уже никуда от этой новой инфекции не денемся. То есть она будет с нами. Просто непонятно. То есть прививка тоже не даёт стойкого иммунитета. Прививка даёт, там, может, на полгода эффект. То есть всё, очень много сейчас вопросов. Очень много. Мы же не будем теперь изолироваться до кончания, до искончания света, да, пока второе пришествие не свершится, и мир исчезнет. Да, мы же не будем до этого момента теперь изолироваться. Мы не будем, конечно, она, скорее всего, как бы людская популяция каким-то образом или адаптируется к этой инфекции, или она изменит характер течения своего. То есть трудно прогнозировать. Меня несколько смущает количество антисептиков, которые сейчас используют, потому что мы же их ещё вдыхаем, а они на дыхательные пути тоже действуют. Можете не отвечать на этот вопрос. Я просто как человек, который мучается аллергией от антисептиков. Так вот акцент делала. А вот так, конечно, мне кажется, самостоятельно пить антибиотики, обливаться антисептиками, если у большинства это протекает легко. Мне кажется, что есть определённые... Нет, но антибиотика вообще речь не идёт, потому что ни в коем случае, это непонятная тактика, зачем при вирусной инфекции, даже коронавирусом, там никакие антибиотики не показаны. Они показаны, если мы видим усиление симптоматики, то есть её усугубление, как вторую волну. То есть тогда, когда уже мы видим на лицо присоединение вторичной микрофлоры, тогда да. Но при сразу, там никаких показаний нет, никаким антибиотикам. И даже если боятся тяжёлого течения и таким образом делают профилактику тяжёлого течения, то эта тактика тоже совершенно неверная. Антибиотиками вы не сможете предупредить тяжёлое течение коронавирусной инфекции. А только ослабить иммунитет. То есть они показаны только в определённый момент, если на то есть показания. Понятно. А вот вопрос к обонянию, ещё вопрос вкуса могу немножко подключить. Вкус тоже пропадает? Вкус пропадает, да, потому что это наша физиология. То есть если вы не чувствуете запах, то вы не чувствуете вкуса. Это взаимосвязанные вещи. То есть поражение не идёт вкусовых рецептов. То есть вкус мы не можем ощущать без запаха. То есть если вы не чувствуете запах, то вы не будете различать вкусы. Это просто физиологически очень взаимосвязанная вещь. Да, понятно. Одно без другого быть не может. Но поражения кровавого нет. Мы не чувствуем вкус именно из-за того, что нет запаха обоняния. На каком этапе нужно бить уже тревогу и бежать к врачу по поводу обоняния? Я просто вот сейчас скажу, ну, задам этот вопрос, потому что мне тоже кажется, что он важный. Вы знаете, сложно ответить на этот вопрос. Сложно. Но я думаю, тоже это вопрос очень такой, ну, относительный, что ли. Сложно дать какие-то сроки. Но я думаю, до двух недель подождать можно. Вот если через две недели уже обоняние не восстанавливается, тогда лучше, конечно, обратиться, чтобы мы уже его подстимулировали и взяли под контроль. Потому что если это поражение именно нервно-рецепторного аппарата, то потом уже могут возникнуть необратимые изменения, которые восстановить будет практически невозможно. Хотя, видите, у моего фельдшера из МХАТа через 10 лет мы улучшили оборонятельную функцию. Можий волшебник. Чего по-другому не улучшит. Пойдем делать сэнт. У меня уже есть селфи с вами, но я еще приду. Обязательно. Подведу тогда резюме нашего сегодняшнего разговора, подытожу. То есть из нашей беседы я хотела подчеркнуть, правильно я поняла, что потеря обоняния это не специфический симптом для коронавируса. Но у 80% встречается но распространен именно как симптом. Второй момент, то есть это не всегда поражение слизистой, то есть не всегда отек, а иногда еще поражение зон мозга, которые отвечают за обоняние. И что обязательно нужно... То есть более сложная причина, да. И если есть какие-то изменения типа слабости, тошноты, головокружения, потери, ориентации, то обязательно нужно делать МРТ и идти к врачу, смотреть, что происходит с головным мозгом. То есть это говорит в пользу того, что изменения носят центральный характер. А это может быть очень серьезно. Про антикоагулянты тут задают вопрос, что такое антикоагулянты. Посмотрите в интернете. Эфир немножко на это не рассчитан, но грубо говоря, это разжижитель крови. Самостоятельно не пить. Вот еще раз пересмотрите эфир. Он нарушает свертываемость. Там просто могут тромбы еще... Антикоагулянты нарушают. Да, там могут другие еще тромбы образовываться, поэтому как бы самостоятельно не назначайте, они очень разные. Боже упадет, очень серьезные вещи, поэтому сами туда даже ни в коем случае не лезьте, не углубляйтесь в эту тему. Вот. И если вот эти все симптомы есть, то обязательно к врачу. В целом нужно лежать дома, пить чай, беречь себя. Если есть какие-то проблемы с сердцем, с давлением и состоянием, то уже тогда врачебная боль эти... Ну, обильное питье никто не отменял. Обильное питье при вирусной инфекции, в том числе и при коронавирусах. То есть обильное питье обязательно. И физическое... Тоже оно влияет на несколько патогенетических зрений. И исключительно, наверное, физическую нагрузку, потому что многие говорят, что хуже становится... Безусловно. Безусловно. Никаких физических нагрузок. У нас народ вообще пациенты. Ой, пойду в зал. Какой зал? Но при коронавирусе вы не пойдете в зал, потому что там может быть элементарно дикая слабость. А при обычных соплях, там чуть или там горло болит, народ сплошь и рядом ходит, в фитнес-зал и продолжает все. Да нельзя этого делать. Физическую нагрузку всю нужно исключить, отменить. То же самое, что бани, сауны. Баня, сауна может помочь только на предвестниках вирусных заболеваний. А если заболевание уже развилось, то бани, сауны тоже противопоказаны. И вот еще один момент, который я хотела бы поднять, это по поводу обоняния, отека и гипоксии. То есть вот слабость, вот эта, которая есть, она возникает еще из-за гипоксии в том числе или из-за поражения мозга, или непонятно. Нет, все-таки, если про коронавирусную инфекцию мы говорим, то она все-таки имеет центральное происхождение. Опять-таки, связанное с мелкими кровоизлияниями, микроскопическими кровоизлияниями в мозг и развитием энцефалита. Понятно. То есть это не из-за того, что вы не дышите мозгом, потому что вы можете продышаться и в том, гипоксии никакой не будет. Это именно центрального происхождения. Есть у вас еще 2-3 минутки, чтобы мы посмотрели, какие вопросы, может быть, на вопросы ответить. Ну да, буквально пару минут, потому что тоже надо идти на прием. Так, есть ли влияние, ой, но это уже не касательно коронавируса, так спрошу, так, есть ли есть влияние верхнечелюстных пазух на резонаторные свойства и тембральный окрас голоса? Да. Вот, это там вопрос. Конечно. Гайморовые пазухи входят в систему головных резонаторов, и они, безусловно, вместе с остальными пазухами будут влиять на тембральные характеристики. Кстати, если есть слушатели, те, которые интересуются голосом сейчас, раз такие вопросы посмотрели, не забывайте, что у нас вышла сейчас книга «Руководство по голососбережению», вы можете у меня в клинике ее приобрести, 500 страниц информации, где, кстати, это все написано. А у вас есть аудиоверсия этой книги? Нет, нету и не будет. Ни аудио, ни электронная версия. Ага, благодарят вас за то, что вы нашли время и рассказали столько полезной информации, я вас тоже благодарю, потому что я знаю, насколько вы заняты, и у вас не так просто. Ну, хватит. Большое спасибо за приглашение, спасибо за спасибо. Пожалуйста. За благодатие, тоже спасибо, да. Все, тогда вы можете переходить на страницу Льва Рудина, смотреть про книгу, что касательно «Голососбережения», обращаться в клинику за помощью, он большой специалист в этом вопросе. Да, это честно, мне есть чем поделиться, я думаю, по поводу голоса может быть отдельный потом эфир соберем, договоримся по поводу отдельного эфира. Все, всем до свидания, эфир будет сохранен, также на ютубе. Большое вам спасибо, что вы подняли такую важную тему, это очень важно для людей сейчас, спасибо. Так что, до новых встреч в эфире. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok